В расположении японских журналистов оказались записи о выкупе России деталей для танков и ракет, которые были ранее экспортированы в Мьянму и Индию. Их японскому изданию Nikkei предоставили исследовательские компании индийская Exim Trade Data и американская Import Genius. По мнению аналитиков, Россия, вероятно, реимпортирует компоненты для усовершенствования старого вооружения, рассчитывая на помощь стран, с которыми у неё давние военные связи. Например, Уралвагонзавод, который производит танки для российских военных. 9 декабря 2022 года импортировал военную продукцию из Мьянмы на сумму 24 миллиона долларов. Компоненты были зарегистрированы как произведённые Уралвагонзаводом. Идентификаторы для реимпортированных товаров указывают на то, что компания закупила 6 775 телескопических прицелов и 200 камер для установки на танки. Вероятно, это оптические приборы для измерения расстояния до целей и наведения на них. Из публикации японскому изданию Nikkei. Как пишет Nikkei, со ссылкой на слитые данные Уралвагонзавод экспортировал военную продукцию для армии Мьянмы в 2019 году. Российское конструкторское бюро машиностроения приобрело в общей сложности 6 компонентов для прицела ночного видения для ракет «Земля-воздух» за 150 тысяч долларов у Министерства обороны Индии в августе и ноябре 2022 года. Все детали, необходимые для обеспечения работоспособности ракет ночью и при слабом освещении, были изготовлены КБМ, который экспортировал в Индию аналогичные детали в феврале 2013 года. Возможно, Россия повторно импортировала детали для ремонта, но по состоянию на конец марта этого года не было никаких записей о том, что эти детали были отправлены обратно в Индию. Из публикации японского издания Nikkei, со ссылкой на таможенные документы. По словам экспертов, Россия испытывает трудности с закупкой необходимых компонентов из-за введения торговых санкций. Ранее она полагалась только на западные технологии в производстве оптического оборудования. У России на хранении находится много старых танков Т-72, которые нуждаются в модернизации и вследствие могут быть отправлены на передовую. Я могу добавить, что оптика – это большая проблема для российского военно-промышленного комплекса. Вполне вероятно, что они пытаются её заполучить таким образом. Олег Игнатов – эксперт по России из Международной кризисной группы аналитического центра в Брюсселе. В интервью японскому изданию Nikkei. Украина проанализировала, как России удаётся обходить санкции. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Москва уходит от международных ограничений через сеть поставщиков. Украина и её партнёры должны закрыть эти направления, подчеркнул Владимир Зеленский. «Мы видим каждое направление обхода имеющихся санкций. Каждую страну, территорию или юрисдикцию которой, граждане которой используются России для продолжения террора. И мы должны закрыть все такие направления вместе с партнёрами, чтобы не было в российских ракетах продукции свободного мира. Необходимые шаги будут». Лидеры G7 на саммите в Хиросиме призвали прекратить военную поддержку России. Однако трудно добиться сотрудничества со странами, которые полагаются на оружие российского производства, говорит Набумаса Кияма, профессор по контролю над вооружениями Японского университета Хитобаши. По его словам, чтобы пресечь поток военного оборудования в Россию, необходимо принять жёсткие меры. Например, создать механизм для раскрытия информации о сделках с Россией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова